Когда Бог создал Солнце, Он поместил его на Толедо. Так говорят о старой столице Испании, жители этого уникального города, целиком включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Совсем скоро там откроется первая выставка белорусских икон, подлинных шедевров 17-18 веков. Кстати, символично, именно с минской выставки Гойя Пикассо из собрания Королевской Академии Сан-Фернандо начинался этот год культуры, а завершается он нашей экспозицией в Испанском доме музея великого живописца Эль Греко. Мой коллега Александр Матяс выяснил, в каких условиях поедут в Испанию апостолы и пророки. В одном из священных писаний есть фраза «И дам тебе ключи». С ними апостола Петра изображают и на католическом юге Старого Цвета, и на православном востоке. Это как раз то, что верно объединяет Европу. 18 веком датирует образ западного Полесья, спасенное в 78-м из закрытого храма в Лунинце. Икона сегодня раскрывается руками художника-реставратора. Краски в тех местах, где выполнялись тонировки, уже потускнели, пришлось удалить. Белые точки понемногу-понемногу забиваются, и в итоге образ обретает экспозиционный вид. Первое явление воскресшего Лика Петра, как и апостола Павла, иконы парные, случится в церковной столице Испании, таков статус Таледа, чей пейзаж не менялся с 1596-го, когда город заключил в раму Эль Грека. Сегодня вход в дом-музей всемирно известного живописца стоит 3 евро. Для посетителей, но не коллег, все-таки нашедших ключи к этому храму искусства. Некольких годов велись и перемовы, в основном они упирались в финансовые питания, это у страховку, перевозку. Вельми значная сумма, будем так говорить, и в этой сроке были выдаткованы державой, праздминистерства культуры, допомогли так само нам спонсоры. Прежде чем заняться искусством перемещения, музеи в Таледо и Минске совместно сформировали комплект выставки. Сразу определились цифрой – 12 экспонатов по числу послов спасителя. Кстати, именно цикл «Апостоладос» завершает биографию Эль Грека. Он скончался в 1614-м, около того года самый ранний образец из тех, что скоро окажутся в самом сердце – Испании. Это наш золотой фонд, это шедевры. Три иконы были сняты с постоянной экспозиции специально, чтобы мы могли их показать уже испанскому зрителю. Это пророк Илья, аналогов, в принципе, не существуют на территории Белоруссии. Это малоритское преображение и вознесение 17 век. За главным, то есть на афише, куратору, уже с той стороны перенеев выбрали сошествие Святого Духа на апостолов. Икона 18-го столетия из так называемого «Лилейного иконостаса» выявлена отечественными экспертами в 1972-м под Полесским Дрогичиным. Сейчас в запасниках музея вообще около 500 сакральных творений, зачастую анонимных белорусских авторов. Культурные ценности, которые являются частью музейного фонда или подпадают под определенные временные рамки, они у нас законодательно имеют такой статус ограниченных к перемещению. Перед тем, как обращаться к нам за документами на вывоз, в управлении по искусству, они получают документы, которые разрешают эту выставку. Процедура обязательно, будь то национальный, либо региональный музей. Для вывоза за границу также запрашивают детальное досье на каждый раритет договор об экспонировании страховой полис. Общая стоимость икон по неофициальным данным свыше полутора миллионов евро. Это первый вернисаж нашего древнего искусства в Испании в новом веке. Это инициатива посольства Беларуси, можно уже сказать, в Испании, потому что сегодня как раз по дороге у Мадрыс находится первый советник. Открываем это посольство 16-го внешне, и мы символично открываем, с разумелой экономичной делегацией, а не и культурной экспансии в Испанию. Лицейную сторону вниз и заворачивается в первый слой бумаги, а затем мы заворачиваемся во второй слой бумаги. Обязательно на тыльной стороне иконы нужно указать ее номер и вверх и вниз. Будет еще и третий слой целлофан. Замечу, этими руками запечатаны предметы знаковых международных проектов национального художественного выставок икон в Москве, Киеве, Будапеште и у Святого Престола. Экспозицию нашего года культуры в музеях Ватикана ежедневно посещали до 30 тысяч туристов. И если все дороги ведут в Рим, то оттуда они и продолжаются. 12 апостолов и пророков поместят в ящики, специально изготовленные к выставке в Толедо. С учетом индивидуальных особенностей икон. Так самую большую Христос на престоле высотой метр восемьдесят отправят в отдельную упаковке. Инструкции запрещено перевозить народное достояние в мягкой таре. Определенные для икон во время путешествия. Также температура до 19 градусов и влажность около 50%. Между Минском и Толедо есть ли по прямой 3497 километров. Четыре дня отвели выставки, чтобы пересечь континент. 16 декабря открытие и через три месяца назад, как в разрешении на вывоз. Для таможни они находятся под контролем. Они выезжают по красному коридору и въезжают по красному коридору. Не ввести эти предметы, это будет моментальное обращение в Министерство культуры. Согласно путеводителям, старая столица до 1561-го Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко. Так же, как в истории европейского искусства уроженец Крита Доменико Стеотокополос. Под псевдонимом Эль Грека он соединил свои живописи, традиции православной Византии и католической Италии. Точь в точь поступали и ныне неизвестные белорусские иконописцы, создавшие ключ, которым уже мы открываем двери великих музеев, городов и стран. Александр Матяс, Юрий Лбовников, Александр Автухов. Контуры.